МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый же форум состоялся в октябре 1996-го по инициативе президента Александра Лукашенко. В последующем все Белорусское народное собрание проводилось в 2001, 2006 и 2010 годах. Каждый раз на форум съезжалось более 2500 делегатов. Подводились итоги и определялись планы социально-экономического развития на перспективу. И сегодня в этой студии мы постараемся подвести итоги той работы, которая была проделана на местах в соответствии с программой социально-экономического развития нашего государства, принятой в 2010 году на 4-м Всебелорусском народном собрании. С удовольствием представляем вам наших гостей. Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Алла Наумчик. Добрый вечер. Добрый вечер. Член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным вопросам Олег Федорович Левшунов. И член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Галина Филиппович. Добрый вечер. Уважаемые гости, спасибо большое, что приняли приглашение прийти к нам сегодня в студию и подвести итоги развития. И обсудить важные социальные вопросы. Главной целью программы социально-экономического развития на 2011-2015 годы был рост благосостояния и улучшение условий жизни населения. Отрицательными факторами, которые оказали некоторое влияние на выполнение этой программы, конечно, явился фактор падения цен на нефть и глобальная мировая политика. Но, тем не менее, многие вопросы были решены и большинство задач выполнено. Приоритетными направлениями в развитии в минувшие пятилетки стало развитие человеческого потенциала, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, повышение качества образования, модернизация отраслей экономики, создание наукоемких высокотехнологичных производств, строительство жилья и улучшение деловой активности, а также повышение эффективности агропромышленного комплекса. Ну и, наверное, многое другое. Алла Александровна, Вы представляете Гомельский сельский избирательный округ номер 37. Какие усилия были сконцентрированы по выполнению вышеперечисленных задач и направлений, вот на примере Вашего района? Вы очень хорошо сказали. Вот это время подведения итогов. И, конечно, основные итоги будут подведены на 5-м Всебелорусском собрании, на своеобразном народном вече. Но теперь при подготовке к этому важнейшему политическому мероприятию каждый подводит определенные итоги своей деятельности, каждое предприятие, итоги своей работы за пятилетие. И, как бы мы ни говорили, мы все помним, какие амбициозные задачи были поставлены на 4-м Всебелорусском собрании и по основным макроэкономическим показателям. То есть валовый внутренний продукт должен был увеличиваться каждый год на 10-12%. За 5 лет это получается максимально 160%, 1,6 раза. К сожалению, мы должны констатировать, что внешние факторы, такие как цены на энергоносители, ряд политических моментов, определили то, что у нас в среднем за пятилетку рост наблюдается, но не такой, как планировался. Это когда мы говорим про экономику в целом, в среднем по национальной экономике Республики Беларусь. Но если мы посмотрим сектор промышленности по Гомельскому сельскому избирательному округу, в Гомельском сельском избирательном округе он такой специфичный, он как бы округ, который расположен рядом с крупным областным центром, где в основном сконцентрирована вся промышленность. Так вот, 7 промышленных предприятий за 5 лет обеспечили увеличение объема производства в 2 раза. То есть темпы роста 200%, это значительно выше, чем даже планировалось на 5-м Всебелорусском собрании. Но я повторяю, что это был средний показатель. Поэтому мы должны понимать, что если основные макроэкономические показатели не выполнены по росту, то развитие экономики все равно проходило. Проходило модернизацию предприятий, увеличение объемов в крупных, может быть, на наших крупных основных предприятиях, и заметно это снижение объемов. А вот на предприятиях, таких как в Гомельском сельском округе, все-таки и не только развитие, но и рост наблюдается. Поэтому итог по промышленности и по обществу, по экономике, которая составляет базу нашего благосостояния, это стабильность, модернизация, внедрение наукоемких технологий, ориентация на экспорт, импортозамещение. Все эти моменты были в центре внимания на местах. И я думаю, что есть о чем нам говорить на 5-м Всебелорусском собрании. Галина Васильевна, за вами закреплен Светлогорский избирательный округ номер 46. Подводя итоги минувшей пятилетки, что можете сказать? Ведь, как известно, она была не самой легкой, но тем не менее. Мне бы сегодня хотелось сказать, что в больших результатах есть, конечно, участие и регионов. Светлогорщина представляет собой достаточно серьезный регион в Гомельской области. Я скажу только, что, имея крупную промышленность, мы сегодня практически 75% занимаем в секторе экономики промышленные предприятия. Это химическая отрасль, это нефтяная отрасль, это переработка и производство продуктов питания. И поэтому мы не могли быть в стороне, поскольку долю свою мы ощущали. За эти пять лет все предприятия, не только градообразующие, вовлечены в те процессы, которые были определены на предыдущем Всебелорусском собрании. Понятно, что главное – это модернизация, это диктовало жизнь, диктовали те рынки, на которых представлены наши товары. А это ни много ни мало, а практически 52 страны, где представлены товары, произведенные на предприятиях нашего города. Поэтому, наверное, самым таким показательным для нашей территории, для нашего района, это стала реализация инвестиционных проектов, направленных на обновление технологических процессов, снижения себестоимости в продукции. И понятно, что самая главная задача для нас стояла – это обеспечить конкурентоспособные товары за пределами нашей страны. Ну, наверное, уже все знают о нашей гордости. Это строительство завода беленой целлюлозы. Это вторая в стране по значимости стройка, которая идет сегодня с нуля, не в каких там рамках старого производства. И посещая этот завод, и рассказывая, и показывая гостям нашего города, я хочу сказать, что вот гордость за всю страну, что это мы можем, что мы это смогли, невзирая на кризисную ситуацию, на влияние всех тех моментов, о которых и вы в начале передачи сказали, и Алла Александровна еще раз подчеркнула, что время не самое простое. Сегодня, если вот так посмотреть на достигнутые результаты, и по светлогорскому химолокно практически в два-три раза увеличены производственные мощности отдельных производств. Ну и понятно, что за этим это создание новых современных рабочих мест, что немаловажно, наверное, для наших людей. Конечно. В каких условиях, насколько решены условия, вопросы охраны, труда, это имеет, конечно, большой смысл. Поэтому, мне кажется, Светлогорщина достойно внесет лепту в общую копилку результатов, которые будут звучать на Всебелорусском собрании. Мне кажется, что наши трудовые коллективы с честью справились с поставленными задачами и, самое главное, обеспечили, наверное, себе будущее в том, что обновились, в том, что увидели резервы у себя. И самое главное, что не ушли из рынков на международном уровне, сохранили это все и сегодня максимально стараются расширить свое присутствие в других странах в рамках того, над чем сегодня работает правительство. В том числе, я не могу, наверное, сказать, и Палата представителей, потому что сегодня наша задача парламентариев была обеспечить развитие нашей экономики и не допустить какой-то пробуксовки, чтобы вовремя были приняты все необходимые законы. Ну и еще, наверное, один момент о своей территории. Я хочу сказать, что учитывая, что мы имеем такое серьезное производство на территории и все время, участвуя в этой модернизации, понятно, что невольно сегодня каждая новая технологическая линия предусматривает, предподразумевает меньшее количество рабочих рук. Поэтому вот в этой нише сегодня Светлогурщина представлена индивидуальными предпринимателями, малым и средним бизнесом, причем частным. И если говорить в целом, то малые предприятия за эти пять лет у нас выросли по количественному своему составу. Ну и, наверное, вот новая пятилетка нам даст возможность еще новую форму. Это государственное частное партнерство, которое сегодня уже рассмотрено в национальном собрании, принят закон, и вот, наверное, это наши планы на новую пятилетку. Действительно приятно осознавать, что несмотря на такое тяжелое время, есть о чем говорить, есть результаты труда. К деловой активности и этой форме партнерства, я думаю, что мы еще вернемся в процессе нашей беседы. Но хочется спросить у Олега Федоровича, вот планы на каждую пятилетку на Всебелорусском народном собрании ставятся амбициозные, но при этом реальные. Как на фоне этого смотрится центральный округ? Я прежде всего хочу сказать, что, как и другие регионы нашей Гомельщины и нашей страны, город Гомель, в честности мой избирательный округ центральный, Гомельский, он также пятилетку эту провел. Она была не весьма легкой, но и хочу сказать, что есть результаты, чем гордиться. Многие предприятия произвели модернизацию своих производств. Есть показатели по центральному району. 57 новых рабочих предприятий, малых было издано. Плюс ко всему, хотел бы сказать, что были проведены весьма важные социальные проекты в городе, которые они на виду. Если говорить про наши предприятия в целом, то не надо сегодня рассказывать, что есть такое предприятие, как Коминтерн. Его продукция известна не только в нашей стране и за пределами. И я думаю, что вы всегда стараетесь пользоваться этой продукцией. Это предприятие 8 марта, это предприятие ООО «Спартак». Появилась здесь новая продукция, это и шоколад, и другие виды. Я хочу сказать, что проведена модернизация практически комбината хлебопродуктов, немалозначимой и важной для нашего региона продукции. Есть, конечно же, и социально значимые проекты. За эту пятилетку было введено в эксплуатацию дворец водных видов спорта, на бассейн на 50 метров в таком микрорайоне, как Мельниково-Луг, где, вы знаете, за короткий период, практически за 10-15 лет, может, чуть больше, появился серьезный район. И мы знаем, что было серьезное перемещение, скажем так. Демографическая ситуация изменилась и увеличилось количество населения. Вместе с тем, социальная инфраструктура, мы знаем, какой-то период не успевала, но органы местной власти, благодаря нашему руководству области, города, района, успешно претворили действительные планы. Мы знаем такой буквально значимый объект, как Восточный обход. Это подъезд к микрорайону номер 18. Мы об этом всегда говорили, граждане поднимали вопрос развязка. Утром добраться на работу очень сложно. Сейчас очень просто. Сейчас очень просто. Плюс, как всему, развязка на улице Малойчука, Коржера. То есть, вот, расширилась улица Кирова, по-разному граждане наши обращались к этому, но сейчас мы привыкли и живем, и пользуемся как в цивилизованном мире, как это должно быть. А всегда, я помню, еще с 90-х годов, когда мы всегда обсуждали тему, что пропускная способность этой улицы очень сложна. Но, если брать еще из проектов значимых, это Аллея Героев на улице Советской, о которой неоднозначно и всегда громко говорила пресса. И все мероприятия проходят в городе сейчас, в основном там. Я хотел бы отметить весьма значимые социальные проекты, которые выполнены в городе Гомеля. И это четыре дома детского семейного типа. Введено в эксплуатацию за эту пятилетку спортивный дом водных видов, департамента охраны. Это все сделано во благо людей и для их здоровья. И хочу сказать, что в области строительства немало сделано. Я только приведу один пример, что буквально за эту пятилетку появились новые микрорайоны в Новобелецком районе у нас. Мы даже и не мечтали, что так произойдет. В микрорайон Мельниковлога, о котором я говорил. Я хочу отметить, что наш центральный район, он как промышленный, можно так говорить, но вместе с тем здесь проживают и люди преклонного возраста. Немало в этом направлении делаются инвалиды. Кстати, вы были участниками этого мероприятия. Буквально недавно был открыт центр для инвалидов по реабилитации. И многое-многое другое. Поэтому можно говорить много по многим направлениям. И отрасли строительства сегодня квадратные. Мы коснемся всех этих направлений. Вот вы говорили о людях. Я хочу сказать, что люди, я думаю, что со мной многие согласятся, это главный фактор развития любого государства. У нас есть сюжет, давайте посмотрим. Уровень рождаемости в Гомельской области продолжает расти. За первые три месяца этого года на свет появились 6042 ребенка. А это на 333 новорожденных больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, вырос и коэффициент рождаемости. Это показатель количества детей, родившихся на 1 тысячу человек. В области он сейчас составляет около 13. Среди районов самый высокий в Хойникском, более 18. На втором месте Чечерский, 17. Примечательно, что эти территории входят в число наиболее пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС. Вообще, количество новорожденных в нашем регионе растет на протяжении уже 13 лет. В 2015 году показатель рождаемости являлся самым высоким в области, начиная с 1994 года. Ну вот, пример социально ориентированной политики нашего государства. Она имеет свои плоды. Алла Александровна, что можно говорить о семье, какая ячейки общества, какая поддержка сегодня оказывается семьям? Если мы в теме, в ракурсе истории всебелорусских собраний, то каждое собрание имело какую-то свою особенность, и на каждом собрании ставились свои стратегические задачи. Но объединяет их все собрания то, что во главе угла политики был человек. Всегда был, остается и будет. Поэтому то, что рождаемость растет, это очень важный показатель развития общества в целом. Даже в экономике, порассуждаю как экономист, существует такая теория, много моделей экономических разработано, социально ориентированная, исключительно рыночная экономика. Вот сейчас очень серьезно экономисты говорят о том, что нужна модель экономика счастья. Когда наряду с такими показателями, как рост объемов производства, промышленного, сельскохозяйственного, мы говорим и о не только уровне и качестве жизни, а о том, насколько человек удовлетворен условиями труда, условиями жизни. Поэтому, подводя итог того, что сделано, важнейшим результатом является, конечно, рост рождаемости. Мне очень приятно, что появляется больше и больше многодетных семей. И за это время, за пять последних лет, у нас появился новый такой законодательно оформленный статус, как материнский капитал. Его все больше и больше семей оформляют и получают. Это определенная государственная поддержка и явный знак того, что и страна в целом, и общество заинтересовано в том, чтобы белорусов было больше на нашей прекрасной земле. Конечно, забота о здоровье – это неотъемлемая составляющая процветающего общества. И вы, уважаемые депутаты, знаете, что в последнее время очень много, огромное внимание уделяется развитию медицины. Как в этом отношении обстоят дела в ваших округах? Если позволите. Наверное, в целом надо сказать, что в последнее время система здравоохранения претерпела свои изменения. В части какой? На первичном уровне основная задача – это профилактика, где роль не только специалистов, медиков, но и самого человека, понимая смысл здорового образа жизни. И за последние пять лет мы имеем очень шикарные медицинские центры, специализированные. Это уже областные, республиканские, доступ к которым открыт для любого жителя нашей страны, независимо, в каком населенном он пункте живет, или в районном центре, или просто в деревне. Но те достижения нашей медицины, о которой говорят уже и за пределами Беларуси, и пользуются спокойно и свободно имеют доступ к жителям, конечно, вызывают свое уважение и преклонение. Поэтому мне бы хотелось сказать, что, конечно, все большие дела, они так или иначе, конечно, чувствуются и в регионах. И сегодня, вот в продолжении уже здесь разговора, например, у нас есть и положительный плюс динамики рождаемости, и самое главное, что, если говорить более уже так конкретно, сократилось количество общей смертности жителей нашего района. Что, наверное, более важно, это сократилось количество неприятных таких, да, моментов, как смертность трудоспособного населения. Для нас, для нашего региона, с учетом нашей специфики, нашей ВИЧ-инфекции, которой противостоять вот так просто, ну, не так все просто, мы, конечно, понимаем, чего это стоило для всего нашего региона, и для жителей, и для специалистов, чтобы правильно это все обозначить. Но мне кажется, вот в этой составляющей надо сказать, что, как бы трудно не было государству в целом, насколько бы мы не считали наш бюджет и не искали там, где что можно сэкономить, мы должны признаться сегодня всему миру, что мы сохранили нашу бюджетную, нашу социальную сферу. И учреждения образования, и учреждения культуры, и учреждения спорта, которые, конечно, вот вносят в жизнь каждого человечка те позитивные моменты, о которых, сказала Алла Александровна, дополняют счастливую экономику, насколько с пользой проводят люди свое свободное время. И это остается приоритетом, ведь и сегодня, мы говорим, и в год такой кризисный, тяжелый, сегодня у нас нет поголовного вырезания статей в бюджете, какого-то такого бесповоротного сокращения. И по принципу пусть где-то будет, может, проще, скромнее, но при благоприятных, наверное, истечениях обстоятельств проще дальше двигаться, чем закрыть и потом начинать все с нуля. Поэтому вот это, наверное, еще одна заслуга в целом нашего государства в продолжении той социальной политики, которую проводит и президент нашей страны, и не отступая ни на сколько вот в этих всех намерениях и позициях, что мы сегодня имеем достаточно серьезную базу, серьезную сеть социальных учреждений, которые поддерживаются государством. Вот мы так плавно подошли к теме строительства, пусть пока объектов, но тем не менее у нас активно в Гомельской области идет строительство жилья, есть об этом сюжет, предлагаю посмотреть. В Гомеле в этом году планируют создать в эксплуатацию около 100 тысяч квадратных метров жилья, и это необходимо сделать в срок, качественно и с меньшими затратами. В городском управлении капитального строительства говорят, что это реальные планы. Для строительных организаций сегодня главное иметь постоянные заказы и продавать квартиры, а это подразумевает под собой приемлемую себестоимость. Где-то в районе 7 миллионов. То есть дом от дома они отличаются, потому что есть инженерная подготовка разная, конструктивный набор квартир отличается, но в районе 7 миллионов. Где-то вот такая цена. Если брать средний класс и площадки какие-то, ну, в более лучших местах, то это в районе 10 миллионов рублей. То есть 59-й, Барыкино, вот мы сейчас будем начинать, цена выше 10 миллионов не пойдет. Вместе с тем, в Гомельском городском управлении капитального строительства отмечают тот факт, что некоторые квартиры не находят покупателей, даже по практически бюджетной стоимости в 7 миллионов 600 тысяч рублей за квадратный метр. Возможно, это связано с отсутствием социальной инфраструктуры около таких новостроек. Возможно, есть какие-то другие причины. Вместе с тем, в ходе проведения горячей линии в Комитете государственного контроля Гомельской области, значительных замечаний жители региона не выражают. В Комитете вообще отмечают, по сравнению с 2014 годом, когда на Гомельщине наблюдались долгострои, а на качество работ жалобы регистрировались сотнями, ситуация значительно изменилась в лучшую сторону. Делаем мониторинги по окончанию кварталов обычно, объезжаем дома, и в последнее время проблем больших нет. Ну, отдельные факты бывают, где-то какие-то недоделки. Но это редкое исключение, по большому счету. Я хотела сказать, что в этом году наш город отметит 55 лет со дня своего основания. Уже исходя из возраста города, надо сказать, насколько актуально для нас строительство жилья, поскольку город молод, жители молодые. И в основном мы строили за счет государственной поддержки. Сокращение очереди за прожитую пятилетку, там более тысячи человек мы сократили. Но это, конечно, кредиты, те льготные кредиты, которые получали граждане. И сегодня люди, конечно, ждут этих задач на новый этап, на новые уже сроки. Каким образом будет организовано строительство жилья для молодых? Потому что, понятно, те кредитные ресурсы, на которых мы сегодня остановились, они неподъемны для среднестатистической семьи. И по-прежнему надежда на государственную политику в строительстве, насколько будет, в каких объемах будет оказана поддержка молодым семьям, чтобы у них появилось свое жилье. Социальная направленность в этом блоке и в этом сегменте экономическом не снимается с поиски дня. И у нас в городе, вы видите, что, значит, приоритет, как и в целом в государстве, отдаются многодетным семьям, сегодня могут они воспользоваться социальными благами государства. Это те слои незащищенные населения, которые могут воспользоваться льготой. Вместе с тем, наверное, и во всем мире так, надо помочь тем, кто не может реализовать себя по каким-то жизненным причинам, независимым от них. А все остальное, конечно же, мы должны развивать экономику. Мы надеемся, что на Пятом Всебелорусском собрании, я хочу отметить, что от нашего региона, как вы уже сказали, от Гомельщины будет присутствовать 350 делегатов, которые делегированы от своих регионов. От города Гомеля – 90. Я, как и мои коллеги, делегированы на это важное государственное мероприятие. И я хочу сказать, что я думаю, что и сомневаюсь, что будут подняты и эти вопросы, и по кредитам, и другие. Но самое главное, вот в таком государственном важном мероприятии, в форуме, да, или еще по-другому говорят, это такое мероприятие, которое народ может посоветоваться напрямую с властью. И это дорогого стоит. Так вот, самое главное, что там будут представлены разные слои общества нашего, то есть от труженика, от служащего и других плечом к плечу с министром, с правительством, с президентом напрямую посоветоваться и могут поучаствовать в управлении государством и принятии важного государственного документа на пятилетку. А это действительно так. Этот документ будет нас, мы будем жить целых пять лет, по нем все наше общество. От того, как мы его отработаем, примем, так и будем жить. Вот в начале передачи мы коснулись темы занятости, да? Мы знаем, что президентам поставлена задача обеспечить 50 тысяч рабочих мест в регионе. Как с этим обстоят дела? Все ли сейчас удается, либо только вот мы на пути к достижению этой задачи? Если говорить вот о этом направлении, весь поважен, да, занятость обозначена, но учитывая последнюю встречу у нас в палате представителей с руководством правительства, где мы услышали, что данная задача, она решаема. Она решаема, да, сложно, да, вместе с тем, но по итогам полугодия, значит, будет известен результат. Вот, но несмотря на заверения, вы посмотрите, органы местной власти, руководители предприятий, организации, я в том числе приводил вам пример, что у нас по району даже, пускай незначительно, но созданы новые рабочие места. Может это проводится модернизация, перевооружение и так далее, но, конечно, сегодня на рынке труда очень сложная ситуация. Хотелось бы, чтобы это улучшилось, но, опять же, я возвращаюсь к тому, что и этот вопрос будет обсуждаться и подниматься на уровне правительства на Пятом Сибелорусском собрании. И, наверное, эта задача уже определена главой государства как приоритетная. И с этим, конечно, надо будет нам работать. Ну, а телезрителям мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были депутаты, члены постоянной комиссии и платы представителей Национального собрания Республики Беларусь Алла Наумчик, Олег Левшинов и Галина Филиппович. С 23 по 26 июня на Гомельской земле в Октябрьском районе пройдет девятый по счету фестиваль фольклорного искусства «Берогиня-2016». Это единственный фестиваль в Беларуси, который ориентирован на традиционную культуру. Сберечь народные традиции, показать их уникальность не только нашим землякам, но и представить их мировой общественности – вот главная задача фестиваля. Каждый раз на этот фестиваль собирается огромное количество гостей из ближнего зарубежья. Когда-то он был делом одного небольшого района, но теперь носит статус мероприятия республиканского значения. И сегодня, благодаря поддержке ЮНЕСКО, его можно по праву назвать настоящим международным художественным форумом. Как вы уже, наверное, догадались, наши следующие гости – это люди, чья творческая деятельность, профессия неразрывным образом связана с «Берогиней». Я с удовольствием вам представлю одного из наших гостей. Это начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского райисполкома Светлана Березовская. А также руководитель образцового фольклорного ансамбля «Терешковый щедрики» Игорь Деменковец, аккомпаниатор коллектива Никита Якимович и участник этого ансамбля Евгений Яндула. И мастера народного творчества Мария Сарнавская и Тамара Станиславчик. Добрый вечер, наши уважаемые гости. Добрый вечер. Светлана Анатольевна, скажите, в чем заключается уникальность этого фестиваля фольклорного искусства? Действительно, наш фестиваль является уникальным. Он единственный в нашей республике, который ориентирован на традиционные формы народной культуры. Для того, чтобы принять участие в фестивале, каждый коллектив должен подготовить соответствующую программу. Сначала изучить фольклорный материал своего региона, изучить его и положить в основу какой-то программы конкурсной, для того, чтобы потом показать. На нашем фестивале вы не услышите одинаковые песни, не увидите одинаковые танцы, не услышите музыку, которую играют по нотам. И все одинаковые. Вот я считаю, именно этим он и отличается. И интерес у зрителя, конечно, прежде всего, вот этим и объясняется. Каждый раз, как в первый раз, новая программа, да? Каждый фестиваль. В этом году участники привозят новую свою программу. То есть нужно наработать, подготовить, потом показать. Ну, сейчас уже, конечно, не так много времени осталось до того, как фестиваль состоится. Подготовка в самом разгаре, и у нас есть сюжет об этом. Ваше внимание на экран. Хотим обратить. Республиканский фестиваль фольклорного искусства Бирогиня в этом году пройдет в девятый раз. Причем, если первый был просто праздником районного уровня, то второй приобрел уже статус областного. А среди его участников появились представители молодежи. Третий, уже республиканский, сделал акцент на подрастающее поколение. Бирогиня 2008 вышла на еще более высокий уровень, получив поддержку Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. В этом году в городской поселок Октябрьский приедут более 20 самобытных коллективов со всех областей страны, а также Сербии, Чехии, Россию, Польши, Украины и Литвы. Кстати, как показывает опыт предыдущих фестивалей, участие в Бирогине – это еще и возможность налаживания долговременных творческих контактов. Мы наладим с ними связи, контакты и просто приглашаем их еще раз. Либо после они нас приглашают к себе. И такая как бы связь у нас происходит каждый год. На четыре дня городской поселок Октябрьский станет большой фестивальной площадкой. Впрочем, только одним населенным пунктом география фестиваля не ограничится. В программе концерты в деревнях Октябрьского, Калинковичского и Светлогорского районов Гомельской области и Глузского района Могилевской. В программе произведения устного и музыкального творчества, свойственные только конкретным регионам страны. Мы берем с видео, вот как бабушки наши пели, у нас много записей, и мы перенимаем вот с носителей аутентичных. Говорят, что Бирогиния – это демонстрация локальных культур, из суммых которых складывается национальная культура. В поселке Ковали сегодня проживают около ста человек, и каждый десятый из них – участник аутентичной фольклорной группы «Сяброуки». В этом году, кстати, коллективу исполняется 10 лет. В эти дни он готовится к участию в 9-м республиканском фестивале фольклорного искусства «Бирогини-2016». «Сяброуки» часто выезжают в другие деревни, в том числе малонаселенные и твердо уверены. Настоящее народное творчество остается востребованным, несмотря ни на какие современные тенденции в музыкальном искусстве. Они с таким интересом нас слушают, они с такой любовью принимают нас, что нам туда даже хочется ехать. Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, какое количество гостей ожидается на фестивале? В этом году мы ожидаем делегации со всех областей нашей республики. Также у нас планируют быть гости из Чехии, Сербии, Польши, Литвы, России, Украины. Вот эти коллективы, которые подтвердили свое участие сейчас. А новички в этом году есть или все так традиционно приезжают? Конечно, есть у нас новички. Это коллектив из Чехии, из Сербии. И общее количество участников мы ожидаем более 900 человек. Ого, вместит всех. Скажите, это рекорд на сегодняшний день, либо было и больше денег? Тысяча подходил уже? Это, я думаю, что рекорд, потому что как-то фестиваль постепенно набирал такое количество людей. Но это рекордное, конечно. Но все же нужно разместить, чем-то занять. Все это продумывается и будет обеспечено. Я думаю, что, конечно, мы давно к этому готовимся. Не только вот сейчас начали подготовку. Подготовка ведется уже, как только заканчивается фестиваль, вот как закончился фестиваль в 2014 году, началась подготовка фестиваля уже 2016 года. Поэтому мы готовимся. Решаются вопросы проживания, размещения, питания участников наших. То есть у нас создан оргкомитет решением районного исполнительного комитета. У нас создана дирекция фестиваля. Подготовлены все планы, которые реализуются организационного характера. Поэтому мы давно и очень тщательно готовимся к этому мероприятию. Евгений, вы самый такой молодой, наверное, участник коллектива. В фестивале участвуйте. Первый раз вообще участие в этом? Нет, я уже езжу в второе. Этот год будет второй мой уже. Я буду второй раз уже участвовать в конкурсе Биргини. Но конкурс и сам фестиваль, он мне очень нравится. Так как приезжает много народа, что-то меняются своими мнениями, впечатления остаются незабываемыми. Много молодежи приезжает на фестиваль из других стран? Я не знаю. Тут в основном ездит же молодежь. Кстати, да, я с вами согласен. Даже по виде и по отзывам большинство гостей, участников – это молодые люди. Это, наверное, есть преемственность традиции, когда мудрость сочетается с молодостью и одаренностью. Без таких отцов тоже сложно представить. Они самый смак и сок в таких мероприятиях. Как конкурсная программа у нас подразумевает участие как детских и молодежных коллективов, так и в программе фестиваля аутентика присутствует. То есть фольклорные коллективы – это взрослые уже такие пожилые люди, которые наравне, все наравне друг с другом, помогая, дополняя друг друга, участвуют в фестивале. Поэтому преемственность, конечно, где, во-первых, изучается материал, перенимается, неважно какой, танцевальный, инструментальный песенный, от бабушек, от дедушек. Молодежь перенимает. Они рядом в коллективах. Поэтому преемственность особенно отличительная черта, я считаю, нашего фестиваля. Никита Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе «Терешковы Щедрики». Сколько лет уже вашему коллективу? Я можно расскажу, да? Конечно. Давайте, Игорь Федорович. Ну, значит, наш коллектив с 1998 года. Ух, так он уже скоро 20 лет. Какое количество насчитывает участников? Сейчас у нас 14 человек. Девочки и мальчики. Значит, в 2005 году нам присвоили звание «Узорный» аматорский коллектив. И вот с 2005 года мы приобрели такий статус. И через год подтверждаем звание своими найгрешами, песнями, танцами. И вот в 2014 году стали, ну, первое место взяли на фестивале «Терешковой Щедрики». Молодцы. То есть на предыдущем фестивале. Да, да. Ну, в этом году планку снижать нельзя, как настроены, так держаться. Конечно, мы все в настроении будем, конечно. А какие музыкальные инструменты представлены в вашем ансамбле? Да. Гармошки, баяны, бубен, разные шумоветры, щетки, все это. Ну, есть и чагунки. И участники все из Октябрьского района, да? Абсолютно всеместные. Никаких сторонних законов. Конечно, из Росветовской школы, Игорь Федорович. Росветовская школа. Да. То есть, а, кстати, интересно, соотношение даже молодых участников и участников в возрасте. Какое оно? Соотношение, ну... Нет, в данном случае это коллектив образцовый, это детский коллектив, так. Руководителями являются, разумеется, взрослые люди, работники учреждения культуры. Вот, Игорь Федорович, Никита Афанасьевич. Ну, работают с детьми. А подключают к своей работе, да, есть старшее поколение, которое передает фольклор, они учатся, изучают танцы, вот как раньше танцевали. Берем своих носьбитов в Росвете, в Романищах, в Слободке. А как же? Правильно делаете. Да. Проезжаем туда. Присматриваемся, записываемся. Записываем песни. Записываем фольклор. Записываем песни, легенды, каски, вот это все. И на этой основе строят программу свою. И приглашаем к себе в учреждение, чтобы еще на сцене показать, как кадрилья-то сама танцуется, на сколько колен и все остальное. Светлана Анатольевна, почему Берегиня? Откуда такое красивое название? Ну, Берегиня – это такой образ был в культуре Белоруссии. Он старожитный, самый такой образ. Берегиня – это защитница, защитница женщины, женщины-матери, оберег, как таковой, семьи, защитница семьи. Поэтому вот, исходя из этого, мы и назвали фестиваль, ну, вот таким названием. И если вы посмотрите, то... Даже я смотрю на эту куклу. Это, наверное, не она, не Берегиня? Да, это уже такой более, как бы, просто фантазия наших мастеров. Так, а вот на рушниках вы можете символ Берегиньи, там он просматривается, какая она в орнаменте белорусском. За годы иснования дома ремесел нашего, мы буквально по крупицам собирали материал, который касается костюма. На Запашины очень большой материал, что помогает в работе наших творческих мастерских. И вот, благодаря этому материалу, к первой берегине, мы готовили... Нет, сначала мы подготовили костюмы. Вот, Гороховичский наш строй, который подходит к Калинковичскому строю. И вот, по образцу Гороховичского строя, мы создали для коллектива Рудобельские зорочки свои костюмы. Именно там присутствовал вот такой крой. Только единственная девочка, мы туда заменили вот такие вот скиндочки, которые у нас на голове. Это наш традиционный головной убор. А как называют этот убор? Это называется скиндочка. Интересное название. Вот. Это что касается Гороховичского строя. У нас вообще в наших микрорегионах очень разные костюмы с разными локальными отметностями. И вот, благодаря этому, мы создавали еще костюмы. Например, по нашим эскизам созданы костюмы вот для терешковых щедриков. Мужчинские костюмы, они как бы похожи друг на дружку. Так бы и в коллективах наших. Но женские отличаются. Например, в терешковых щедриках вот такой саян. Вот. Это. Это строй? Да. Это именно такие костюмы. Там вот юбка и безрукавка соединены вот пришивным поясом. Вот что отметно. А это юбка отдельно? Нет, это не отдельно, но это юбка. Вот здесь отдельно кабат и юбка. А это как бы совместно уже тоже называется костюм. Саян. Саян. Это саян. Дальше. Рубашечки у них как стойка у них, да? Дальше. По вёске Волосович мы сделали костюмы коллектива также детского Некрашинка. И это ещё не всё. По деревне Лясковичи по строю мы создали костюм Пасах, молодёжного коллектива Пасах. Там, что присуще, рубашка с откладным воротничком. И там, вот как у нас в этих костюмах узоры вышивки геометричного построения, то там рослинный. Там где-то розочки, где-то цветочки. Вот такое. Ну и девочкам, конечно же, ленточки, так как головной убор, так как раньше девочки носили. У нас на столе очень много представлено. Это тоже всё дело рук мастеров Октябрьского района, да? Да, это дело рук наших мастеров. Что мы делали не только на одну берегиню, это на разные берегини. Мы сохраняем, чтобы они были у нас в коллекциях. Да, вот мы этим же мы как бы и платные услуги выполняем свои. Стараемся больше изготовить продукции. Например, мы делаем рубашки, чтобы любой посетитель берегини смог себе приобрести. Потому что, когда смотришь все в костюмах, даже посторонние люди пытаются купить и походить в этом наряде. Вот, где-то гончарные изделия, где-то тарелочки с логотипами нашего Октябрьского района. Ну и если на берегиню, то, конечно, присуща там везде наша берегиня. Мы откроем маленький секрет. В этом году мы готовим гостям нашим подарки, сувениры. Вот такие вот кепочки, козырочки. И куклы. На основе традиционной куклы берегини делаем вот такую сувенирную куклу-грелку на чайник. Это нашим будущим гостям. Местничные подарки. Какие, может быть, Светлана Анатольевна, еще в этом году новшества? Что отличать будет берегиню 2016 от предыдущих? В рамках фестиваля проходит более 30 мероприятий. Традиционные такие конкурсы, как конкурс танцевальных пар. Это традиционно у нас проходит очень интересное мероприятие, захватывающее зрелище. Сейчас новым будет конкурс танцоров-солистов, исполнителей народных танцев. Дальше у нас будет новая конкурсная программа. Инструментальные капеллы принимают участие. Далее у нас мы готовим также, что касается развития декоративно-прикладного творчества. И в частности костюма у нас будет конкурс-презентация народных костюмов каждой делегации. То есть вот это тоже очень интересно и зрелищно всегда проходит. И очень, ну, как бы в традиции фестиваля костюм – это тоже один из основополагающих таких моментов. Когда мы оцениваем творчество коллективов, в том числе и по их костюмам. У нас также нет одинаковых костюмов на фестивале. Коллективы должны приехать в тех костюмах, которые они сами изготовили своими руками. Они где-то заказали и пошили. Поэтому вот такие новые мероприятия у нас будут. Но хотелось бы еще сказать, вот я о конкурсе танцевальных пар традиционный, да, который у нас проходит. Также у нас будет еще проходить традиционная наша Рудобельская купаль. У нас оно проводится всегда в день летнего солнцестояния. Дата фестиваля всегда немножко, вот, относится к этому, к этой дате. Поэтому всегда в конце июня мы проводим фестиваль. И тоже очень интересное, яркое такое событие будет. Оно будет 25-го у нас проходить в рамках фестиваля. Оно, может быть, кульминационным будет считаться? Есть вот какая-то такая кульминация самая яркая? Кульминационный момент у нас 26-го июня, когда мы проводим большой Рудобельский кермаш, в котором принимают участие все тоже делегации, которые принимают, со своими сувенирами, со своими, ну, какими-то интересными такими экспонатами на выставку, на продажу. Вот, приезжают другие, ну, все, кто желает, может приехать и продать свою продукцию на фестивале. То есть это еще и возможность заработать, правда, Никита Афанасьевич? Да, и возможность заработать. Вы чем будете торговать на бирогине? Мы будем играть. Будете веселить народ. А, кстати, раньше плели кошики там всякие, корзинки. Это надо вам вспомнить, Никита Афанасьевич. Надо, надо. Надо заработать на фестивале. Это уже всегда востребовано, правда? Востребовано, да. Какое количество деревень объединяет в себе вот фестиваль, деревень Октябрьского района? Ведь, наверное, из каждой деревни найдется участник того или иного коллектива, либо народный умелец. Ну, я думаю, что объединяет весь район, я бы так сказала. Потому что и деревни, и организации, и предприятия, и предприятия сельского хозяйства, и сельские советы, и учреждения образования, учреждения культуры – все задействованы в фестивале, каждый по своему направлению. Кто-то принимает, кто-то выступает, кто-то организует питание, кто-то помогает. Ну, то есть все задействованы. Кто-то цветы приносит, кто-то их собирает. У нас принято дарить полевые цветы на фестивале. У нас все получают букеты полевых цветов. Здорово. А кроме коллективов Октябрьского района, другие белорусские коллективы будут представлять свое творчество на фестивале? Ну, конечно. У нас из каждой области делегация. От 40 до 60 человек коллективы. Коллективы города Минска присутствуют. Коллективы университета нашего Белорусского государственного университета культуры и искусств присутствуют. Мы ожидаем участия в фолк-группе «Палац» на фестивале в заключительном концерте. Ну что, Никита Афанасьевич, так мы с вами так хорошо с этим вечером и не поговорили. Что-то вы слабенько так. Ну, я думаю, что играете вы просто замечательно. Может быть, чего-нибудь изобразите нам с бравой своей командой? Конечно. Пожалуйста. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok